Многострадальная площадь декабристов в Чите. Осовременить ее пытались еще в 2010 году. В 2011 даже разработали проектно-сметную документацию, а в 2014 при тогдашнем губернаторе Константине Ильковским собирались начать работы, но до дела так и не дошло. На дворе 2017 новый проект представила инициативная группа «За красивую Читу». Он, к слову, уже реализуется и финансируется компанией Норникель. Однако общественникам проект сразу не приглянулся. Начались многочисленные митинги, сборы подписи горожан, которые против обновления площади. Происходящее больше походило на вечно конфликт отцов и детей. И до последнего было неясно, чья же возьмет верх. Точки над «и» расставили публичное слушание в Пушкинской библиотеке. Во всех словарях площадь – это открытое и доступное пространство. Поставлены двухметровый забор, потом калиточки, а потом статус площади уже утратится и будет какая-то парково-досуговая зона. И можно делать все, что угодно. Это один вопрос. Потом по памятнику Пушкина. Вот памятник декабристам и памятник Пушкина рядом – это, по-моему, уже перебор. Эстетически это уже не смотрится. На библиотеке барельеф сделать, здесь памятник декабристам поставить. Будет нормально. А вы знаете, что Пушкин был тоже декабристом, просто не попал. Да, знаем, что ему заяц в дорогу перебежал. Отлично читается. Еще и зайца поставить. Так вы историю-то получите, почитайте. Вот и читала. Я говорю, еще зайца поставить и будет прекрасно. Все собравшиеся – это, условно говоря, два противоборствующих лагеря. Старшее поколение настаивает на том, чтобы сохранить исторический облик и значение площади декабристов. Молодые выступают за красивую и при этом комфортную и современную чету. Почему вы можете людям, которые на самом деле очень крутой проект затеяли, диктовать, что делать? У нас должно быть, а, красиво в городе, б, никто эти деревья не вырубает и, с, самое главное, вам скажите мне, пожалуйста, вам какая разница, как это называется, площадь или парк, какая вам конкретно разница? Мы просто хотим, чтобы было красиво. Нам здесь жить. Ранее члены общества по спасению площади декабристов, так они сами себя называют, уже высказали свои предложения по благоустройству. Все их замечания инициаторы учли. Однако сегодня новые претензии. Подрядчик, говорят, уничтожил практически все зеленые насаждения и не согласовал с ними ширину дорожек. Хотя, как подтвердили городские чиновники, ни одно дерево не пострадало. Акации просто пересадили в другое место. Это будет та же самая развлекуха, тот же самый парк, который сейчас у нас по всему городу. У нас укатана в асфальт площадь революции, у нас заставлены аттракционами весь парк Адара. Совершенно необоснованно покрытие огромного количества земли, то же самое сделано в шахтатном парке. Мы на таком уровне развития находимся здесь, у нас в городе Чите, что мы делаем такие гадости сами себе. Едва ли не больше споров вызвало и место расположения общественного туалета на площади. рассматривалось два варианта – разместить его в отдельно стоящем здании, либо в цокольном этаже самой библиотеки. Но ее руководство ожидаемо выступило против, так что вопрос по-прежнему остается открытым. Как бы то ни было, итог слушаний в пользу молодых. Согласно утвержденному проекту, справа от входа в библиотеку имени Пушкина появится беседка, рядом на скамье памятник поэту, а на центральной аллее в южной части площади – стела декабристом. Появится также детская площадка и расширенные дорожки для проезда маломобильных граждан.